Всем здравствуйте! В эфире КФУЛЛФ. Продолжаем серию прямых эфиров, посвященную приемной кампании в КФУ 2023 года. Времени остается не так много и эфиров тоже, поэтому все свои вопросы задаем обязательно. Особенно вопросы для института физики, который сегодня у нас в гостях. С вашего позволения сразу представляю спикеров, которые будут сегодня отвечать на вопросы. Марат Ревгерович Гафуров, директор института физики. Гузель Ильдаровна Горнаева, заместитель директора по образовательной деятельности института физики. А также Ирина Владимировна Романова, заместитель директора по научной деятельности института физики. Добрый день. Владимировна, тоже добрый день. Хорошо, что нашли время к нам прийти. Прежде чем перейдем к вопросам, как дела в двойке, как дела в приемной комиссии? Очень активно, очень напряженно люди приходят и интересуются. Ну и мы давайте с вами напомним, что до 25 числа, до 25 июня все наши бакалавры должны уже определиться со своими приоритетами и понять, куда же они все-таки хотят поступить. И для того, чтобы понять окончательно, 22 числа в субботу в 11.00 мы устраиваем очередной, последний в этом сезоне День открытых дверей в Институте физики на Кремлевской 16А в высотном здании. Все расскажем, все покажем и решим все нерешенные вопросы. Поэтому активнее приходите как в двойку, во второе здание, так и к нам 22 числа в субботу в 11.00 на День открытых дверей. Чувствуется то, что эфир у нас серьезный, во-первых, нет никаких элементов для эксперимента. Ну и, Дон Марат Рогетович, у вас... Настоящему физику не нужны даже никакие эксперименты, если есть пальцы, руки, особенно спички и ниточки. Спички и ниточки – это лучшие помощники экспериментатора. Можно сделать практически все. Давайте для наших зрителей напомним, что такое Институт физики, что там есть, что там дают и кто в итоге получается там. Институт физики сегодня – это 17 кафедр. К большому нашему счастью или, может быть, к небольшому счастью, мы перехватываем очень большой спектр различных направлений и различных специальностей. Я думаю, что ни в одном классическом университете, если есть физический факультет, нет такого факультета, который бы настолько мультидисциплинарно охватывал различные направления естественно-научного цикла. Начиная от математики, заканчивая педагогикой и информационной безопасностью. Поэтому мы будем аккуратно, наверное, рассказывать о тех основных направлениях и, что самое интересное, могут люди почерпнуть. Напомню, что у нас в этом году более 300 бюджетных мест, поэтому те, кто сомневается в том, что им не хватит бюджетного места, пожалуйста, приходите, звоните. Все информации также есть на сайте. Мы разрешим все ваши вопросы, в том числе с проживанием, с баллами, с дополнительными баллами. Приходите. Ну, а начнем мы, наверное, с любимого, с нашей физикой. Направление физика и в последние недели особенно, после выступления по центральному телевидению, очень активно люди стали интересоваться, что же такое квантовые технологии, что такое квантовая физика. То направление, которое мы стали развивать уже много лет назад. И здесь надо вспомнить о нашем великом выпускнике. Если мы сейчас подходим к квантовым компьютерам, то квантовые компьютеры, естественно, зародились все-таки на кончике пера. Камиле Ахметовиче Валееве, выпускнике физмата, причем теоретической физики, который впоследствии стал основателем советской российской микроэлектроники. Основав большое предприятие в городе Зеленограде и долгое время возглавлявшее. Так вот, еще в 2007 году, вдохновившись идеей Камиле Ахметовиче Валеева, у нас уже здесь, в университете, стали проводиться эксперименты по тому, что же необходимо для квантового компьютера, какой элемент взять за основу. Для того, чтобы можно было создавать на его основе квантовый компьютер. Тогда это были редкие земельные элементы в кристаллах, и для того, чтобы сделать на них какой-то минимальный квантовый компьютер, 1-2 кубита, необходимо нашим студентам и нашим исследователям достаточно большие знания в различных областях. Первое – это низкие температуры. Квантовые компьютеры, даже сейчас гугловские и все остальные, они работают при низких температурах. У нас как раз вы поймете, как достичь этих низких температур. Вакуумная техника, техника низких температур. В подвале нашего института физики высотного здания, мы шутим, у нас достигаются самые низкие температуры в республике Татарастан. На кончике, что называется, иглы мы можем достичь температуры в 10 микрокельвин. То есть 10 минус пятой степени от абсолютного нуля. Как это сделать, как этого достичь? Приходите к нам на физику, в том числе по квантовым вычислениям, и вы поймете, как это можно сделать. Этим, конечно же, не ограничивается. В последнее время наши ученые и исследователи дошли до того, что использовать в качестве квантовых компьютеров не только редкоземельные элементы в кристаллах. Кстати, кристаллы опять-таки растятся у нас. И те, кто пойдет на направление физика и радиофизика, научатся растить эти кристаллы не только для квантовых вычислений, но и, например, для лазеров. Как маленькие, так и большие. Поэтому, опять-таки, нельзя сказать, что если вы будете заниматься только квантовыми вычислениями, вы не научитесь растить лазерные кристаллы. И сейчас наши ученые, например, занимаются такими веществами, как наноалмазы, алмазы, наноалмазы, корбид кремния, нитрит бора, двухмерные элементы. И здесь тоже необходимо понять, что для этого необходимы глубокие знания физики твердого тела, физико-конденсированного состояния. И приглашаем поэтому на наше следующее направление нанотехнологии. Без нанотехнологий практически невозможно понять, как устроены квантовые компьютеры и что с ним делать дальше. Ну и в конце концов мы хотим прийти к рабочим, уже к рабочим квантовым компьютерам. А для этого необходимо знать и машинное обучение, и искусственный интеллект, и основу программирования. И здесь наши направления предлагают широкий выбор. Как направление радиофизика, как направление информационная безопасность, так инноватика. Ну что я еще могу тут посмотреть? Практически все они предполагают, все наши специальности, что люди обладевают программированием. Причем программирование не каких-то абстрактных вещей, а программирование каких-то конкретных вещей. Если это радиофизика, это микропроцессоры, опознавание изображений. Это все средства связи, кабельное, спутниковое, интернет, вай-фай. Все это проходит у нас по инноватике. Я, наверное, здесь предоставлю слово одному из кураторов этого направления, Ирине Владимировне. Немножко слов про инноватику. Да, инноватика это такое направление, очень модное сейчас. Студенты с удовольствием туда идут. И мы выпускаем так называемых менеджеров по продвижению продуктов высокотехнологичных на рынок Российской Федерации. То есть студенты получают базовое образование по естественно-научным дисциплинам. Это физика, математика, биология, химия. То есть такое комплексное образование. И плюс к этому еще они получают очень большой блок знаний по экономическим дисциплинам. Это бизнес-планирование, управление проектами, лидерские качества, экономика, менеджмент, маркетинг и так далее. То есть мы на выходе получаем человека, будущего управленца фактически, который может выводить различные продукты на рынок, значит, может составлять бизнес-план и разбирается в самое главное, в том, как это устроено. И может, соответственно, найти правильного покупателя и простроить стратегию продвижения и так далее. То есть это вот про инноватику. Ну, еще я хотела бы дополнить про направление физика. Они у нас там занимаются и нанотехнологии. Студенты занимаются там не только квантовыми компьютерами, а есть еще такое направление, которое очень мощное и хорошо развивается в нашем институте. Это направление физика живых систем, биологических объектов, медицинская физика и так далее. Это направление включает в себя и разработку новой аппаратуры медицинского назначения, и исследование воздействия лекарственных средств на организм человека, но именно с точки зрения физики, физическими методами. И разработка новых контрастных агентов на основе фторидных кристаллов и еще каких-то для рентгенской компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. То есть это такое вот комплексное, опять же, направление, в котором задействовано несколько кафедр. И аппаратное направление, и исследовательское направление, и уже имеющие прикладное значение различные прикладные разработки. Тоже приглашаем вас заняться. Кстати, ждем очень мотивированных студентов. Мы очень сильно хотим развить то направление, на которое сейчас тоже наше государство уделяет большое внимание, связанное с ядерной медициной. И очень нуждаемся в специалистах, поэтому приходите на наше направление физика живых систем, биотехнические системы, медицинская физика. Буквально через 2-3 года потребуются специалисты, и мы хотим вместе с вами растить это направление, которые разбираются как в ядерной физике, так и в биологии, в биохимии и в медицине. Пожалуйста, к нам. Да, можно еще сказать, еще у нас есть кафедра, объединенная с Объединенным Институтом Ядерных Исследований города Дубны. И студенты, которые обучаются на направлении медицинской физики, физико-контенсированного состояния на физике, они там проходят практику. И каждое лето туда ездят, поступают потом в магистратуру, остаются там в аспирантуру. И вот в этом году у нас будет первый выпуск аспирантов, которые закончили у нас как раз совместную аспирантуру с Объединенным Институтом Ядерных Исследований. Ждем их. Ждем всех, да. Ну, такие наши классические направления, как астрономия и геодезия, очень востребованы. Я даже не знаю, стоит ли их здесь рекламировать. Школа астрономии в Казанском университете является одной из самых старейших школ в Российской Федерации, да, наверное, во всем мире. Практически выпускники всех астрономических обсерваторий, не только в России, но и во всем мире, работают эти выпускники нашей Казанской школы. Можете это легко проверить. Ну, а геодезисты в последнее время у нас просто на расхват со строительством, например, той же трассы М-12. Просто каждую неделю приходят запросы, пожалуйста, дайте нам геодезистов. Каждую неделю мне приходят запросы, как директору, пожалуйста, дайте геодезистов. Мы входим в большой консорциум, который занимается обучением геодезистов от Калининграда до... Или в эту сторону показать. От Владивостока до Калининграда. Или в эту сторону показать. Практически на всей территории по сетевому обучению, на всей территории России. И наши специалисты по геодезии востребованы абсолютно во всех областях. Наверное, поэтому мы тоже страдаем, что в магистратуру люди не идут. Они получают достаточное образование в бакалавриате для того, чтобы начинать работать уже с 3-4 курса. Ну и, конечно же, мы не можем обойти такое направление, как педагогика и образование. И здесь Гузель Эльдаровне я предоставлю слово как человеку, который курирует педагогическое образование в нашем институте. Спасибо. Да, педагогическое образование, конечно, тоже у нас очень востребовано. Так как это двухпрофильный бакалавриат, 5 лет обучения, профили физика и математика. То есть мы готовим учителей физики и математики. В учебном плане представлены дисциплины, как физика, где студенты проходят общий курс физики наравне с физиками и радиофизиками. Также есть блок дисциплины математики, конечно же, физика, без нее никуда. Есть очень большой блок по методике преподавания физики и математики. И занятия ведут практикующие учителя высшей квалификации, которые работают параллельно еще и в школах. И блок есть педагогика, психология, конечно же. Так как учителя, у них кругозор должен быть очень широкий в разных областях, скажем так. Поэтому, в принципе, программа очень насыщенная. И начиная с первого курса наши студенты проходят практики. Сначала это ознакомительные практики, потом технологические практики, а дальше уже идут педагогические практики. То есть сначала на первых курсах они смотрят, как работают профессионалы в школах. Ну, в первую очередь, конечно же, это лицея Лобачевского, IT-лицеи и другие школы в Казани. И потом уже начинают показывать себя, показывать уроки. И, в принципе, уже начиная с четвертого-пятого курса, наши студенты также уже работают в школах параллельно. Вот. Ну, еще раз хочу обратить внимание на востребованную специальность информационная безопасность. И для тех, кто не поступил к нам на информационную безопасность, считает, что мало баллов, я прошу вас не огорчаться. Есть еще направление радиофизика, которое практически до 80%. Та информация, которую вы получите на первых трех курсах, совпадает с тем, что вы получите по информационной безопасности. Различие в том, что на радиофизике вы будете более сосредоточены на реальных вещах. Не только на программировании, но вы поймете сущность, что не нолики и единицы летают в воздухе, а что все это сигналы. Что это за виды сигналов? Как с ними работать? Что это за виды сигналы? Что же, перейдем конкретно к вопросам. Абитуриенты до эфира их нам присылали. Прежде чем давайте к ним перейдем, есть еще один вопрос. Какие частые ошибки совершают абитуриенты при подаче заявлений? Здесь мы гузели на уровне. Как самому опытному у нас в этот прием. Абитуриенты ошибки совершают такие, что, например, они смотрят список поступающих и видят себя не в количестве бюджетных мест, сколько у нас есть. И начинают паниковать, паникой, и начинают менять приоритеты, переставлять что-то как-то. Хотя паниковать не стоит, так как у нас есть приоритетная очередь, скажем так, первый, второй приоритет, а некоторые в бюджетное количество мест по списку с максимальными баллами входят, получаются приоритеты, например, шестые, восьмые, которые, может быть, даже и не дойдут до этого направления и будут зачислены по первому, второму приоритету. И поэтому люди, которые как бы не вошли в количество, они автоматом войдут в это количество. Поэтому паниковать не стоит. Ну, понятно, что волнительный такой процесс, и все переживают, но главное не паниковать и подождать, что будет дальше. Следующий вопрос. Какие направления я могу выбрать, если сдавал только физику? Не включая обязательный экзамен. С физикой у нас обязательно астрономия. Если вы идете на астрономию, все-таки должны взять физику. Ну, на все направления. С физикой мы берем. С физикой мы берем на все направления. Но если вы сдавали только физику и не сдавали, например, химию, не сдавали ИКТ, информатику, то вам на астрономию. На все направления, Марат Рогич. На все направления по физике мы берем на все направления. То есть если у вас физика, вы идете на все направления. Это как бы не обсуждается. Но если вы сдавали только физику, если вы сдавали химию, вы можете пойти на нанотехнологии, инноватику, химия на нанотехнологии, инноватику. Если вы сдавали информатику и КТ, вы можете пойти на радиофизику, на информационную безопасность, само собой. Педагогическое направление что нужно сдавать? Общество знания обязательно. Общество знания нужно сдавать на педагогическое направление. То есть подытожим, только физика это астрономия, физика плюс какой-либо предмет, это уже новые возможности открываются. Абсолютно верно. Продолжим. В этом году сдавал ЕГЭ по физике, математике и русски суммарно вышло 184 балла. С такими баллами можно куда-то к вам пройти на бюджет или нет смысла подавать документы? Конечно. Есть все возможности и очень большая вероятность пройти на бюджетные места в наш институт. Подавайте. Советуйтесь с нами, мы расскажем, покажем и выберем для вас наиболее подходящее направление. На днях открытых дверей, на консультациях, о чем обычно абитуренты у вас спрашивают, какие вопросы их больше всего тревожат вносительно приема. Даем небольшой спойлер на 22 число. Их тревожит больше всего, кем они будут работать и сколько будут получать. И где они будут работать. Это всех тревожит. Да, это вот первый вопрос. Поэтому мы очень стараемся всегда рассказать после каждого направления, где можно работать, куда устроиться. Но спектр очень широкий, начиная от IT, заканчивая различными НИИ, различными наукоемкими производствами, бизнес-центрами и так далее. То есть выпускники физфака, они востребованы всегда и всеми. Подошли как раз-таки к вопросу, что получает абитуриент, поступая в институт физики? Первое, что он получает, он вливается в хороший коллектив. Хороший коллектив, как и соратников, которые примерно на одной волне, хотят чего-то достичь. И хороший коллектив с точки зрения преподавательского состава. У нас очень прекрасный преподавательский состав, который, как бы с одной стороны, с уважением всегда на «вы» относится к нашим студентам. С другой стороны, конечно же, требовательны. На данный момент у нас работает 55 так называемых полных профессоров, то есть 55 профессоров в нашем составе. И я думаю, что как раз эти люди, которые придут к нам, они получат то новое качество образования и то новое качество общения в этом научно-образовательном сообществе, которого они, наверное, многие из них были лишены до этого. То есть это какой-то новый уровень, новый скачок. Ну, что это еще получит? Наши иногородние граждане, иностранные студенты, они получат общежитие. Здесь мы говорим, что мы всем предоставим, никто у нас на улице не останется. Мы всем предоставим общежитие. Всем. Все будут у нас в хороших условиях и так далее. Ну, и третье, они, конечно же, получат достаточно интересное, но это опять для тех, кто захочет и кто к этому имеет стремление. В социально-культурной сфере различные студенческие весна, кружки пения, танцевания, абсолютно спортивные кружки. Это все у нас очень хорошо развито, и шахматы, шашки, люди не останутся без того, чтобы не насытить свой культурный досуг. Что еще получат наши, те, кто поступит к нам на первый курс? Знания самые главные. Знания они получат уже попозже, после, так сказать, эта проверка знаний у нас пройдет уже только в январе, в декабре, январе, феврале. И здесь мы посмотрим, насколько были успешны это вливание в новый коллектив и в новую жизнь. И все? Или еще что-то может получиться? Школу жизни получат, абсолютно. То есть, то, кто преодолел физфак, это уже непростые люди. Соглашусь, есть знакомые как раз таки с физфака. Да. Ребята поднялись очень и очень хорошо. Основные вопросы у нас подошли к концу. Есть что-то еще добавить для абитурентов, о чем не было сказано или то, на что им стоит обратить внимание? Пока есть время еще. Ну, еще раз, приходите к нам в нашу приемную комиссию, обращайтесь к нам по телефону, звоните. Лучше это сделать непосредственно в наш университет, в нашей приемной комиссии. Мы разъясним все вопросы, которые у вас возникнут по дополнительным баллам. Если кто-то проходил олимпиады, участвовал в каких-то соревнованиях, достаточно ли будет вам баллов для прохождения на то или иное направление. Мы все это расскажем, все объясним и еще раз призываем всех, кто хотел, кто хочет, кто может, приехать к нам 22 числа в субботу в 11.00 с родителями, без родителей, с бабушками, дедушками на день открытых дверей в субботу в 11.00 в Институт физики, в высотное здание. Если есть еще что добавить... Всех ждем, приглашаем к нам учиться. Да, всех ждем, милости просим. И ждем также наших выпускников. В этом году мы проводили много мероприятий. Наши выпускники с удовольствием приходят к нам для того, чтобы еще раз окунуться в атмосферу физического факультета, физфак, института физики. Выпускники 68-го года, выпускники 73-го года, выпускники 78-го года. Так что я надеюсь, и те, кто поступит в этом году, будут также через некоторое время тепло вспоминать физфак и приходить к нам отмечать дни выпуска, дни впуска и дни выпуска. Прежде чем закончим эфир, еще раз попрошу вас. Контрольные даты для абитуриентов, пожалуйста. Контрольные даты для бакалавриата в первую очередь. 25-го числа это завершается прием документов. И потом уже 29-го июля будет приказ, список тех, кто проходит по квотам. 3-го августа будет уже приказ на зачисление бакалавриат. Основная волна. Торопитесь до 25-го числа подать свои заявления и определиться с приоритетами. Что ж, на этом все. Благодарю, что нашли время к нам прийти. Хорошие приемные кампании. Времени не так много осталось. Но надеемся, в последние дни все пройдет спокойно, без эксцессов. И абитуриенты быстро определятся, кем они хотят быть. А мы надеемся, что мы получим хороших студентов и получим хороших выпускников, необходимых для нашего государства. Только пожелаем успеху в этом. Еще раз большое спасибо, что пришли. Вам спасибо. Это был КФУ Лайф для Института физики. Завтра финальный эфир. Институт геологии и нефтегазовой технологии у нас будет в гостях. Так что готовьте свои вопросы, задавайте. Ну а на сегодня все. Для вас КФУ Лайф вел Роман Плинсков. Увидимся. Счастливо. КФУ Лайф для Института